Девушки отдыхают Ты вплотную приблизился ко второму выпуску экспедиции по городам российской футбольной премьер-лиги. Стоит ли вкратце объяснить тебе суть происходящего? Ладно, окей, как скажешь. Ведущий владеет информацией только о городе, в котором он проведет ближайшие два дня. А ответственность за проживание, питание, досуг и просмотр матча берут на себя его друзья, которым ведущий пусть и с некоторой опаской, но все же полностью доверяет свой футбольный уикенд. Привет, 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 привет. Мы в Сочи. Как мы это определили? На выходе из аэропорта висел плакат с названием города из четырех букв, среди которых были ЧСОИ. Мы в Сочи. Здесь пахнет магнолиями и аквапарками, а в воздухе витает предчувствие курортных романов, Дмитриев, Игорей и нотки легкодоступного юмора для невзыскательных пляжников. Мы в Сочи. И хорошо, что здесь мне все забронировали. Иначе бы столкнула меня олимпийская столица в пучину распутной страсти без обязательств. И поминай, как звали. Погода в Сочи пока, мягко говоря, не радует. Если говорить более откровенно, то как будто Земфира, группа Сплин и Витя Кравченко собрались в кризисный период своего творчества и придумали эту погоду. Самое время найти крышу, под которой можно переждать ненасти на нас обрушившиеся. Лёха, привет. Это Валера Равдин. Привет, Валер. Привет, Лёха. Это я забронировал тебе отель. Ну как отель. Место, где ты будешь сегодня ночевать. Давай назовём так. В этой поездке ты максимально прочувствуешь природу. Придётся ли бомжевать на улице? Как будто бы вопрос относится ко всей моей жизни, а не конкретной ситуации. Я объясню. Мы часто слышим от Лёхи, что он привык ночевать в каких-то аскетичных спартанских условиях. На лавочках, в лесу, на вокзалах. И никто это не проверял никогда. Но я лично не проверял. И я подумал, если это действительно так, то то место, которое я для него забронировал, оно в целом не станет для него шокирующим. А если он нам пиздел всю дорогу, то по делам, Лёш. По делам. Дома становятся всё более приземлённые. Без каких-либо изысков. Заборы с шифером. Я, конечно, когда бронировал, там же не видно всю дорогу до этого места. И вот сейчас меня уже немного пугает. Уже нет. Ну вот, название красивое. Место силы. На меня этот маркетинг сработал. Я боюсь. Я знаю, что ему очень некомфортно во всяких роскошных условиях, когда ему уделяют много внимания. Там, вензеля, вот это вот, канделябры. Но снять ему что-то среднее, такое уютное, среднее, ну, он это не запомнит. Я по себе знаю, так выглядит моя жизнь. Мне всё нравится, но я её не запоминаю абсолютно. Вот. Поэтому мой выбор пал на этот эко-отель. Пять домиков, эксклюзив, просто пять. И один твой, дружище. Шесть, сто шестьдесят. Я просто... Показать они мне... Например, вот это домик из сена. Целиком? Да. Ну, как бы вот. Можно я просто понюхаю? Верти. Что-то из трёх поросят из этой вселенной. Ну, я не совсем придурок и не мог оставить Лёху на ночь в домике из сена. Поэтому я оставил его в домике из эвкалипта. Ну, если проводить инвентаризацию, то помещение комфортное, но без лишних изысков. Меня радует оптимизм Лёхи, что он добавляет слово «лишних». Две кровати. Довольно мягкие для эвкалиптовой постройки. Тумба. Сундук. Кстати, Лёх, да, я понял, почему я именно это жильё забронировал. Потому что ты мне напоминаешь панду. Ты такой большой, уютный. Глаза у тебя грустные. Сейчас очень важный кадр. Нам звонили из министерства тревел-шоу и сказали, что у нас до сих пор не было ни одного кадра, где ведущий падает на кровать. Я надеюсь, всё удалось. Не, вроде не сломалось. Ну, вот так же и выглядит единение с природой. Посмотрите, какой он счастливый. Прямо сейчас я попробую узнать, чем я буду тешить и услаждать себя в ближайший промежуток времени от получаса до полутора веков. Для этого у меня есть конверт, рука и умение воспринимать письменную речь. Лёха, здорово! Это Матвиенко. Всем привет, я Серёжа Матвиенко. Я для Лёхи заблонировал поездку на шикарном автомобиле по кругу на большой скорости. Ну... Сейчас пасмурная погода в Сочи. Мне сказали, что будет ограничение по скорости для гоночных такси. Я надеюсь, что это ограничение не 500 километров в час, а хотя бы километров 30. Ну, чтобы можно было автодром как-то осмотреть повнимательнее, ощутить вот эту атмосферу в Формулу-1, но неторопливо. Главное, чтобы ещё водитель красивый был. Иначе все эмоции он не испытает. Ну и... Я, в принципе, я, честно, скорость не очень люблю. Это не я. Я не поехал пока. Я здесь ещё. Это автодром юмора. Если честно, главное опасение сейчас, что в какой-то момент на трассе водитель скажет, да я вообще не таксист. У меня бизнес прогорел и в отбойник уедет. Автодром юморов. Доброе утро. Проходите сейчас. Красивый водитель. Кайф. Красивый. Лёха испытает все эмоции. На хуракане прикольно. Хуракан норм. Здравствуйте. Попробуйте чуть прилечь. Прилечь? Поясницу просто нести, наплодную опустить. Чтобы вам было комфортней, так как сиденья низкие. Хорошо. Трек признан городским. Достаточно он широкий, но везде нас сопровождают бетонные основания либо гадрейлы, это металлические ограждения. Он его пугает. Все под контролем. Ощущение превосходное. Лёха счастлив. Чуть-чуть подснесло, но это ничего страшного. Да, ничего, да. Рядовой случай. Автодром юмора. Как ощущения? Потрясающе. Все? Да. Сейчас я стужу автомобиль и верну его вам под фотосессию. А, хорошо. Буквально минутку. Сочинский автодром изначально задумывался как трасса Формулы-1. И на нем даже были проведены восемь этапов Гран-при. Но впоследствии то ли внешние обстоятельства, то ли тотальное доминирование Льюиса Хэмилтона на треке подтолкнули организаторов к идее гоночного такси. Теперь пилоты не просто оголтело наматывают круги ради удовлетворения личных спортивных амбиций, а еще и берут плату с пассажиров их сопровождающих. Крайне прибыльная и современная бизнес-модель. Однако есть недочеты в этой схеме. Гоночное такси больше гоночное, чем такси. Скорость запредельная. Но начальные и конечные точки маршрута совпадают. Впечатления избыточные. КПД нулевой. Я уверен, что автодром у Лехи вызвал хоть какие-то эмоции. Его трудно пробить, но что-то же он испытал и наверняка что-то хорошее. И я все-таки надеюсь, что и мне он привезет какой-то сувенир. Но мы были бы не мы, если бы не упомянули, что данная экспедиция состоялась благодаря поддержке наших друзей из Винлайн, у которых в приложении появилась новая опция. Она называется «Любимый клуб». Используя ее, ты можешь не только поддержать любимую команду, но и выиграть крутой мерч. Вся информация в закрепленной ссылке. Скачивай приложение, регистрируйся и наслаждайся игрой. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Баня. Место сакральное и мистическое. С одной стороны, многое происходящее в бане не поддается рациональному объяснению. С другой, именно баня позволяет в кратчайшие сроки избавиться от иллюзий относительно себя и окружающих. В бане уходят тревоги и приходят инсайты. Вот почему баня идеально подходит для проведения торжеств, конференций, саммитов и викторин. Мы, короче, прикинь, сейчас спать ложимся в эвкалиптовом домике. Мы же не люди даже, мы вымышленные персонажи. Я мудрый волшебник, а ты храбрый камень с камерой. Все, я тебя унизил, и теперь можно спать со спокойной душой. Пока. Петик. Я теперь точно знаю два места на земле, которые не хочется покидать ни при каких условиях. Это материнская утроба и дом из эвкалипта в эко-отеле Место Силы. И вот, и вот, и вот, тотчас же, в сию секунду, в данный момент, пришло время, чтобы подкрепиться. Вуху! Все, мы выполнили норму по динамичности подводок. И прямо сейчас узнаем заведение, в которое мы отправимся. Конверт, письмо, текст. Леха, привет. Это Стахович. Мое почтение, Леха. Будет вкусно, будет стильно. Всем привет. Это Алексей Стахович. Я сегодня для уважаемого Алексея забронировал столик в очень уютном, непафосном, классном ресторане. Возможно, одном из лучших ресторанов не только Юга, но и всей страны. Посмотрим, Леха. Будет вкусно, респект. Будет невкусно, осуждение. Я вообще в таких местах, когда нахожусь, я... Ну, чтобы какой-то внутренний диссонанс унять, я представляю, что я секретный миллионер. Ну, просто я миллионер, но не хочу, чтобы люди знали об этом. Мне все, пожалуйста, все, все блюда за 7600. Типичное поведение человека с электрички нападать на богатое пространство, хотя там, блядь, все вокруг из дерева. Вау! Тесто вы кушаете вместе с самим Жильеем, так будет намного вкуснее. Здесь сливки, швейцарский сергюет, тархун, кинза, очищенные лангустины, белые грибы. И пихта. И много пихта. Приятного аппетита. Потрясающе. Спасибо. Лучшее вообще, что можно было придумать, объединив сыр, лангустины и хвойные растения. В хлебных краях все витамины. На Жульене. Да, Леша, ставь хлеб в покое, тебе еще другую еду принесут. Все нормально, ты наешься там. О, спасибо. Так, это форель, да? Вау! Какая она гостеприимно распахнутая. Даже, несмотря на то, что это горячо, любимая мной речная рыба, это, ну, все равно, я назову так, это ультрасъедобно. Форель, форель, сердце Сопрыкина разъебало в щепки просто, поплыл пацан. Как ни странно, сейчас хочется обратиться к Игорю Джабраилову. Игорь, вот так надо бронировать места друзьям, где друзья будут питаться, а не как ты. Возьмем для примера хотя бы официанта Максима. Он ни разу не назвал меня мудаком. Он ни разу с сальне не пошутил про напитки, которые я пью. Он не принес ни одно блюдо в форме говна. Прими к сведению, Игорь. Леха, а тебе, конечно, спасибо. Та изысканность, которую ты в себе культивируешь, она отразилась и на сегодняшней моей трапезе. Молодец. Как и многое в этом мире, заведения делятся на два типа. С намеренно создаваемым дискомфортом, находиться там мучительно, но наблюдать за этим любопытно. И с аккуратно насаждаемым комфортом. Находиться там приятно, но наблюдать до оцепенения скучно. И если именно в этом месте вы действительно заскучали, то вот вам несколько рифм к слову комфорт. Курорт, ботфорт, эскорт. Так. Как будто... Как будто вошел и присвоил себе мой род. Теперь он принадлежит Наполеону. Потому что я хочу, чтобы он был там всегда. Господи, это ну... Блюдо, которое вообще не требует никаких комментариев. Потому что оно создано для любви, а не для слов. Леш, я видел по своим глазам, по твоему лицу, что тебе сильно понравилось. Не пытайся даже обмануть меня. Я не представляю, что может перебить вот этот ресторан. Какая бронь может быть лучше. Уверен, что приз мой. Потому что твои глаза, наслаждения, я видел. Я не понимаю, кто может сделать лучше. Кто? Совершенно внезапно меня обуяло сильнейшее желание развлечься. И я намерен удовлетворить его в самое ближайшее время. Хорошо, что мне все забронировали. Иначе бы не было такой возможности. Сапер, привет. Это Дорох нахрен. Ох. Я тут приготовил тебе кое-что, после чего я стал таким. Мое задание поможет ему как-то вот всколыхнуться, что-ли, я не знаю, прокричаться, может, в конце концов. Надеюсь, все пройдет успешно и твоя поездка в Сочи не станет последней. Если это то, о чем я думаю, я нахрен не хочу об этом думать. Ну, я вообще человек не очень эмоциональный, но прямо сейчас я как-то мерзко так по шлюше волнуюсь. Я вообще очень рассчитываю, что не надо будет ниоткуда прыгать, никуда нырять и никого оперировать. Надо. Но если брать во внимание, что бронировал Дэн, то, скорее всего, придется делать все эти три действия одновременно. Я ему загадал то, через что я сам прошел. Мы с семьей, в общем, отдыхали в Сочи и решили, что один день посвятим вот как раз этому скайпарку. И я говорю, а что тут, у жены спрашивают, что тут самое мощное? Она говорит, ну, вот там есть, короче, прыжок с тарзанки, типа, 207 метров. Я говорю, давай. Она говорит, ну, слушай, это, типа, ну, это, ну, прям страшно, говорит. Я говорю, ты что? Вот там у него сейчас нормально, все, солнышко, а мы приехали пасмурно. Такой маленький дождик. Сук-сук-сук-сук-сук-сук-сук-сук-сук-сук. Я уже такой, ну, думаю, что-то я прям, правда, типа, не такой уверенный, что ли, не знаю. Когда я там оказался, вот по этому мосту прошел, я прям все точно уже, ну, прям точно не хотел, все. Вот, ну, если коротко, я говорю, ну, типа, внутри, я говорю, ну, все, думаю, нет, все. Я не хочу, ну, зачем, просто, типа, зачем? Просто тупо зачем? Когда ты там находишься, ты просто находишься, ну, в пространстве, вот, клянусь, я его понимаю, там, просто, я понимаю, это же, ну, это невероятное ощущение. Костюм круто, реально, я что-то, у меня такого не было. Может, мне никто не предлагал? Сразу подумаю, да, обослет еще. Вот этот мост. Ты идешь просто... Но! Два сына, блядь, рядом. Просто два сына. И мысль того, что я сейчас заднюю дам, ну, просто, вот, просто из-за этих двух, просто, по факту, детей, я мог сказать, заткнулись, и все, не сметил считать труса меня, и все, они бы не считали. Там еще музыка, ебаная просто. Тук-тук-тук-тук-тук, она нагнетающая просто, нагнетющая она просто. Пуц-пуц, сейчас что-то будет, 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 сейчас-то будет, ну, что-то будет, 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 будет. Вот такая музыка, просто, сучья музыка, просто. Да, они, как ублюдки, еще орут там все. Давай, давай. Вот они провожают. Короче, вот мы нашли до этого места, и там, вот, вот на этом небольшом пятачке стоял, я не знаю, человек, короче, целая команда хоккейная, молодежная. Какая-то молодежная команда. Типы такие молодые. И мы туда заходим, и вот так вот вся толпа такая, фу, ебать, дорог, ебать, дорог, мы ебать, фанаты твои, блять, поднимают меня. Ебать, ты крутой, ты сейчас прыгать будешь? Блять, мы все здесь остаемся смотреть. Алло, алло, тут ебать, дорог, еще, блядь, толпа приходит, просто людей и пиздец. Я понимаю, что все. Если тут как-то с сыновьями я еще что-то мог там придумать, здесь просто о толпах, я понимаю, что, ну, я вообще заднюю сейчас не дам. Еще три человека, как минимум, перед вами. Ты обо всем думаешь, о том, что когда это было сделано, как это было, кем было это сделано, как тут техническое обслуживание. обслуживание. Все ватное, вот, все ватное. Ты когда понимаешь, что у тебя, ты типа сейчас пару минут, и ты прыгнешь. Страх, просто страх. Вот смотрит, ну, прям сейчас, прям в жопу смотрит страху. Ты думаешь, господи, хоть бы я как можно дольше на этом кресле был, просто, хоть бы, я не знаю, что ты думаешь, что сейчас хотя бы просто сейчас запрыгнул, просто прыгну в пизду, и все. А тут еще выясняется, что ты не только прыгаешь, ты когда там что-то приземлишься, что ты должен там, блядь, напрячься, что-то здесь вот так отодвинуть, туда перее, это, дёрнуть, чтоб тебя перевернуло, и ты, короче, вниз ногами был. Важно вообще вниз не смотреть, что ты вышел, и тебе надо смотреть туда, вот просто вперед, и туда прям прыгать, вот туда, просто туда, вообще туда не, туда только. Туда все, отбой тогда все. Туда посмотрел, все. Ай, блядь! Есть в нем крик, есть! Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь! 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 Это так себе! А, он не смог, карабин! Вот я про это говорю, ты когда перед прыжком, тебе вообще срать, ты не запомнил, видимо, что делать надо. Надо как-то это заранее высылать, что ли, людям инструкцию, ну, это невозможно выучить. Ладно, не отстегнулось, блин! Все нормально? Ебал всю дорогу вниз головой! Ай, блядь! Ай, блядь! Ничего не трогаем! Блин, я как говно просто, я поднял! Да, ты точно толпенький! Не, еще и унижение! Унижение! Я чуть не умер, и сразу буллинг, блядь! Я должен был что-нибудь испытать в социальном мире. Давай, все погоды! Ну, не знаю, Лех, я надеюсь, что ты меня не будешь ругать за вот это задание. И прыжок все равно как-то как-то вскилыхнул тебя, добавил тебе новых эмоций. Короче, я надеюсь, что ты кайфанул, Лех. Блин, ну пока сейчас адреналин просто, я же говорю, я, Денис, тебя понимал, Денис Дорогу, подаривший мне это впечатление, подарок, впечатление. Я тебя понимаю, да, после этого, действительно, мало что страшно. Ну, а прямо сейчас я отправляюсь на матч Сочи-Краснодар Российской футбольной премьер-лиги, которую поддерживают наши друзья из компании Винлайн. Винлайн, вообще, они молодцы, что все поддерживают вообще. Сапер от Винлайн, что ты думаешь по поводу Южного Дерби? Держи билеты на матч Сочи-Краснодар, надеемся, что матч подарит тебе кучу эмоций. Наслаждайся игрой. Ну, что я думаю по поводу Южного Дерби, я пойму, когда окажусь на Южном Дерби. Надеюсь, это будет скоро, если только не пробки. Хотя, казалось бы, откуда они здесь? «Музыка» 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 Играют неплохо, но это странная команда, вот смотри, мы сейчас где? На Сочи. Да, а группа поддержки что кричит? Вослата. Так, значит я группа поддержки? Вослата. А группа поддержки Сочи, где на стадионе? Да, вот она, она вся в випложе, это клуб для миллионеров. АПЛОДИСМЕНТЫ Естественно, мы… Проходите, проходите, вы нам не мешаете. Да, естественно, мы не могли вернуться из Сочи с пустыми руками и прямо на стадионе купили великолепную эргономичную футболку мятного цвета с фамилией Сослана Джанаева. Проходите, проходите, ничего страшного. Так вот, с фамилией Сослана Джанаева, благодаря которой футболка не становится хуже, а играет просто новыми красками. И эта футболка, и, конечно же, по традиции фирменный пакет ФК Сочи достанется тому человеку, который напишет самый интересный вариант в комментариях того, кто из моих друзей и что должен мне забронировать в следующих выпусках, чтобы мне было действительно не сладко. Давайте активнее, футболка, она ждет. Вы проходите, ничего страшного, проходите, пожалуйста. Здравствуйте! Мы сегодня начинаем нашу традиционную программу бизнес-клуба. Расскажите, как дела, как настроение после первого тайма. Самое хуёвое, когда ты ведущий, когда ты чё? Итак, расскажите, как ваше настроение? Я просто тупо, блядь, вилки, едят, что-то петь, разговаривают. Вообще похуй на ведущего. Под ваши аплодисменты игрок футбольного клуба Сочи Артём Мещанина! Даже взглядом, затуманенным роскошью вип-ложа, нетрудно было заметить большое количество пустующих мест на трибунах стадиона Фишн. Причину подобной незаполняемости установить не удалось. То ли все из-за общего равнодушия к команде в городе, то ли из-за, не дай бог, конечно, введения фан-айди, польза от которого пока не доказана ни теоретически, ни экспериментально. Вперед за Сочи! Заключительным аккордом сочинских футбольных выходных снова стало определение лучшего бронирования из всех, что были уготованы. Победитель данного состязания в награду получал памятное фото с сочинского автодрома. С моей фигурой на лицевой стороне и моей же подписью на оборотной. Можно было бы обойтись и без подписи, но как тогда в этом случае триумфатор удостоверился бы, что на фото действительно я? Конечно же, прыжок в пропасть сиюминутно подарил гораздо более сильные эмоции. Но, к примеру, сейчас я уже толком не помню, что там происходило. А вот то спокойствие и умиротворение, которые настигли меня в эвкалиптовом доме, я, наверное, запомню надолго. И буду пытаться всегда приблизить себя к этому состоянию. В общем, Валера Равдин, в моем соревновании ты сегодня выиграл. Это тебе. Я же говорил, я ему в следующий раз дом из чабреца сниму, он вообще ебнется. Снова солнце встает, а ведь только что ливни лили. Если это поешь, значит опять продлили. Сейчас такая жизнь, светло получаем порции. Давай, расскажи, что тебе хорошо без солнца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok